Если честно, я даже немножко прифигел от того, какие вы красавчики и сколько вы лайкусиков собрали под первой серией. Но вот вопрос, сможете ли вы это повторить, чтобы следующая серия была уже завтра? А здрасте, мы продолжаем играть на золотом колосе и сегодня у нас много работы, да. Для начала, друзья, погнали, посмотрим, что у нас с нашими полями. У нас около фермы есть два поля, мы купили в прошлой серии и с ними нужно что-то делать. Соответственно, на одном поле у нас растет картошечка и знаете, что мы с ней сделаем? Мы ее перепашем в землю нахрен, да. Именно так все и будет с этой картошкой. А на шестом поле у нас, по-моему, растет кукурузка. И перепахивать кукурузку мне, честно говоря, немного жалко, поэтому имеет смысл ее собрать. Она уже подрастает, уже скоро созреет. Но у нас нету, кстати, жадки, чтобы ее собрать. И девать ее, по сути дела, пока что тоже некуда. Короче, давайте это самое. Надо ждать созревания. Поэтому мы ускорим время, да. Это будет примерно так работать. Она уже почти созрела, она уже такая прям зелененькая-зелененькая. Но пока мы ждем, мы можем позвонить в магазин и попросить жадочку. Для нашего комбайна идет вот такая вот замечательная 5,7 метра жадка. Но стоит она 32 тысячи и требует 23 рейтинга. Мы не можем ее купить. Покупать что-то поменьше все равно денег у нас нету, поэтому мы возьмем ее в аренду, да. Возьмем в аренду та, которая от нашего комбайна за 2 тысячи. И все нормально будет. Ха. Охреново то, что придется ехать в магазин за этой жадкой прямо на комбайне. Потому что нам ее нечем привезти. Ну давай, созревай, Поля. Ты меня раздражаешь, что ты не зреешь. Быстрее, пожалуйста. И нам списалось 1200 амортизаций. Да, налоги, знаете ли. Электричество, коммунальные платежи. Все очень дорого здесь. Ну же, кукурузка, давай, созревай. Я же знаю, ты очень хочешь созреть, чтобы мы тебя убрали. А, кстати, она созрела. Че это я? Ну что, час дня. Можно приниматься за работу. Погнали на нашу ферму. Там у нас стоит наш комбайн. Суперский. Падло грязно, конечно. Но, ну да ладно. Соответственно, сойдемся в эту шайтан машину. И едем в магазин. Потому что в магазине у нас жадко, да. Да, друзья. Давайте глянем, что здесь за магазин, кстати. В общем-то, обычный магазин, да. Че-то я читал, что раньше это был какой-то типа колледж. Или что-то такое. ПТУшка, типа. Есть на территории мойка. Там можно мыть свою технику. И, в принципе, может быть, даже наш комбайн не помешало бы помыть. А давайте действительно его сполоснем. Хотя он будет работать на полях. И какая разница, чистый он или грязный. Мойка, правда, платная. 36 тысяч стоит. Но зато работает супер быстро. Так вот просто хоп, раз и все готово. Да, здорово. Я люблю, когда быстро все происходит. Ладно. Цепляем жадку и погнали на поле, да. Потому что нужно убирать нашу кукурузку. Не знаю пока, куда мы ее денем. Но собрать ее точно надо. Ха. Смотрите-ка, друзья, что я увидел. Это же удобрялка. Поздравляем, вы нашли технику. Да. 10 единиц техники колхоз на распродаже не досчитался. Поэтому ее можно будет собрать. И у нас есть удобрялка. Это замечательно. Я, правда, все равно нацелен пока что на навоз. Но, может быть, и... А почему бы и нет? Ладно, погнали дальше. Я тут немножко по грязи проехал. И видите, мы что мыли, что не мыли. Ничего не изменилось, да. Такс. Ну вот оно, наше поле. Ну, в общем-то, вызываем валерона, который будет это все дело возить с этого поля. Сейчас он там на тракторе приедет и будет нам помогать. Мы, на самом деле, тоже наймем валерона, чтобы это все дело он убирал. Но так как я хочу эти поля объединить, а это надо будет делать, как минимум, размечать вручную. Давайте мы сначала вручную. Да, вручную, вручную. Мы, в общем-то, уберем пару проходок вот с этой стороны по короткой стороне. Ручками, да. Именно вот так вот ручками аккуратненько кукурузка собирается. Видите, распыляется это все дело. Это фишка карты. Хотя есть мод отдельно, но, в общем-то, распыляется. Если все это дело перепахать, то будет слой удобрения. А мы любим, когда есть слой удобрения лишний, халявный. Чтобы не тратить деньги, удобрения это, падла, дорогие. Три проходочки мы, в общем-то, сделали. Я думаю, что этого будет вполне достаточно для того, чтобы нормально, без каких-то проблем, разметить территорию. Сейчас, короче, вызываем валерона, который будет работать на комбайне, а сами поедем за плугом. Так, самый мощный трактор у нас, насколько я понимаю, Нью-Холланд. Да, больно немножко это говорить, что вот это вот самый мощный трактор. Ну, в общем-то, тогда цепляем мы к нему плуг. Надо, блин, технику все расставить в одно место, а то оно сейчас разбросано по базе. Фиг его знает, где что лежит. Вот на самом деле, где наш плуг? Он же есть. Я же не забыл купить плуг. Не, не забыл. Плуг у нас и есть. Такой замечательный плужок, плужочек, да. Я думаю, что мы же там этот самый гирю брали еще в начале. Она там около ворота должна лежать. Я думаю, имеет смысл ее цепануть тоже, чтобы было комфортнее работать. Хоп, готово. Поехали на поле тогда. Фигс. Ну, нормально. Валерон уже на комбайне работает. Сейчас он развернется, чтобы нам не мешать. И мы сами приступим к грешным делам своим. Или, может быть, да, в принципе, он не будет нам мешать. Надо сейчас как-то выровнять здесь аккуратненько плужочек. Но мы будем немножко хитрее. У нас же стоит GPS. Это же современный колхоз. Так или иначе. Поэтому мы можем выровнять и сделать все по фэншую. Все аккуратненько. Правильно. Опускаем плуг в землю. А что это он не опускается в землю? А, потому что у меня противовес опускается. Я же гений. Во. И поехали. Ровненькую делаем полосочку. И она не делается, потому что я забыл включить. Разрешить пахать вне полей, да. Вообще здесь, кстати, территорию между полями пахать можно, чтобы их объединять. А вот слева от поля, например, нам распахать ничего не удастся. Потому что это не наша территория. Наша территория только поле. Но ее можно будет потом купить. Без проблем. Так, а дружище поехал разгружать комбайн. Какой молодец, однако. Ладно. GPS, в принципе, можно выключить. Давайте распашем немножко. Самое мало здесь. Полосочек 5 сделаем. Как это, в общем-то, я обычно делаю, да. Ну что, пойдет, наверное, да? Или не пойдет? По-моему, нормально. Даже ровно. И значит, что я молодец. Погнали на другую сторону поля. Сделаем там те же самые манипуляции. Пока сюда комбайн не приехал. Пока он нам не сильно мешает. То же самое. С GPS-иком мы здесь аккуратненько это все начнем. Чтобы было прямо ровно. Чтобы прямо по фэншую. И полосочку проводим. Хоп. И готово. Отлично. Меня устраивает. Ну, в общем-то, то же самое. Еще 5 полосочек. И можно даже без GPS-ика. Чтобы наш валерон не выезжал за пределы поля. Да. Ну что, вроде норм. Мне нравится. Меня вполне устраивает. Довольно ровно. Это замечательно. Ну и, в общем-то, валерку мы отправляем все это дело объединять. Потому что я же ручками не хочу делать. Я же начальник мотивов. Я, конечно, все умею. И иногда работаю на серьезных каких-то работах. Но у нас есть валеры. И мы платим вам зарплату. Поэтому пускай они сами все объединяют и поля убирают. Да. У нас есть куча бухгалтерских дел, которыми тоже надо заниматься. Ты, кстати, девочка, если сделаешь криво что-нибудь, я тебя кастрирую. Понятно? Да. А мы с вами, друзья, пока что посмотрим, чем мы будем заниматься дальше. Есть тут биржа контрактов. Она находится вот здесь вот. Соответственно, как это все дело выглядит. Для начала, заказчики. Заказчиков здесь очень много. Не все они находятся на карте. Мы работаем на всю Россию и ближние зарубежья. Беларусь, Казахстан и так далее. Соответственно, есть места, которые находятся у нас в городе. Например, вот мясокомбинат. Есть поставка фасованной пшеничной муки. Но поставка, ладно. Контракт тоже может быть. Соответственно, мы тогда возим все это дело прямо сюда на место. А есть, например, завод замороженных продуктов. Которого у нас нету на карте. Соответственно, при таком контракте нужно будет отвезти все это дело в порт или же на ЖД. Соответственно, есть здесь поставки. Они примерно по рыночной цене. Может быть чуть выше, чуть ниже. Можно привезти больше, можно привезти меньше. Ничего за это не будет. А, цена никогда не превышает рыночную. Да, всегда ниже рыночной цены. Можно прерывать поставку в любое время без последствий. Как бы и хрен с ним. А вот самое веселое, это контракты. Есть у нас на данный момент вот такие вот замечательные контрактики. Можем из этого что-нибудь взять. Ну, разумеется, мы не можем взять контракт на белый рис, потому что мы его хрен выполним. Но мы можем взять контракт, например, на пшеничку или давайте пшеничку. Мы же всегда начинаем с пшенички, правильно? Соответственно, время на выполнение контракта 120 часов. Это много. Мы успеем и посеять. Если нам не хватит, и еще раз посеять. Стартовая цена за кубометр. Ее можно повысить немножко. Правда, не бесконечно, а до определенной границы. Можно также понизить объем контракта, но, соответственно, и цена за кубометр тоже, как ни странно, упадет. Но, в общем-то, мне вот этот контракт нравится, поэтому мы его возьмем. Заказчик Белореченский зоопарк. Требует у нас пшеницу. Мы его, соответственно, принимаем, и он у нас появляется в меню контрактов. Соответственно, место доставки же до станции. У нас есть 120 часов, чтобы его выполнить. Если мы не выполним, минус рейтинг, выполним плюс рейтинг. Все логично. Ладно. Раз уж мы в городе, наверное, поехали еще или даже пошли прогуляемся и откроем все остальные точки. Посмотрим, что здесь вообще происходит. Боже мой, все уставившие свои телефоны ходят, а? Вот как так? Можно вот переоборудовать детскую площадку. Будет, когда у нас будут лишние финансы. Тут, друзья, у нас вот, кстати, находится лесоохранный комитет. Соответственно, здесь можно получить лицензию на спилдеревьев. Количество деревьев, количество часов, которое будет действовать. Это все редактируется. От этого зависит цена. Можно выбрать тип деревьев, хойные, лиственные. Немножко сбросить цену, если мы только сосны собираемся пилить. Ну, условно. А также выбрать какую-то зону, где мы это будем делать. Или же везде. На этом тоже можно будет немножко сэкономить. Также у нас есть здесь биржа труда. Соответственно, здесь мы будем брать контракты на выполнение полей. Все это работает, ну, как в 17-й ферме, да. Выбираем поле и выполняем на нем какой-либо контрактик. Так что все норм. А еще здесь есть сраные монетки, да. Только где она? Она орет и меня это раздражает. Вот она. Вот она первая монетка, которую мы нашли. Они нам еще потом понадобятся, я уверен. Боже мой, вылез ты из своего телефона. Боже мой. Вот, и есть, друзья, у нас еще также техностройка. Строительная фирма. Занимается строительством и ремонтом. Да, кстати, производственные линии на заводах могут ломаться. И тогда надо будет завозить туда строительные материалы. И, в общем-то, чинить их, да. Соответственно, что мы можем построить в строительной фирме? Можем построить автомойку у нас на ферме. Правда, надо 30 рейтинга. И дохренища стройматериалов, которые надо будет купить. Ну, или же произвести, если мы купим какое-то предприятие. Склад молока на молочном заводе. Склад молока на коровнике. Ангар для техники можно еще один построить. Точнее, восстановить, наверное. Он там разрушенный стоит. На товарных складах автомойку можно поставить. Дополнительное зерновое хранилище. 100 рейтинга. Мать твою, 100 рейтинга. Когда у нас будет 100 рейтинга, мне кажется, 270 тысяч это будет вообще просто ничто. В общем-то, много всего можно сделать. Вот Стелла Золотой Колос. Она там немножко подуставшая. Ее тоже можно, в общем-то, сделать. Нужно будет закупить стройматериалы. В общем-то, да, много чего здесь можно делать. Ну да ладно. Да, все эти самые. Все здания работают с 8 до 18.00. Да и, собственно, наш колхоз тоже будет работать примерно в это время. Хотя, не знаю, не обещаю, что я далеко отошел от машины. Ладно. Опаньки, где-то котейка. Ладно, пофигу. Поехали, в общем-то, тогда до мойки. Правда, есть еще одно место, куда надо заскочить. А это, друзья, наш садовый центр. Ну, точнее, не наш, а просто садовый центр, где мы можем покупать всякую хрень для посевов, наверное, да? Соответственно, покупаются семена на поддонах. Поддоны по 2 куба меньше купить нельзя. Я позвонил нашему бухгалтеру или агроному, не знаю, короче, кто это занимается, помощнику своему. И мне сказали, что тут где-то поезд едет. Ё-моё, я слышу, где-то едет паровоз. Где паровоз? Хочу на паровоз посмотреть. О, едет паровозик. Ха! Блин, они такие красивые, такие классные. Да, я знаю, что это не паровоз. Просто я все поезда называю паровозами. Даже, даже которые в метро ездят, я все равно их паровозами называю. Ну, ладно. Короче говоря, семена продаются 4 сортов. Для третьего сорта нужен рейтинг 15, 35, 65, в общем-то, это понятно. Всякие различные культуры по 2 куба и наша, моя помощница, да, она сказала мне, что для посева нашего большого поля пшеничкой нужно будет 2,7 куба этих самых семян. Поэтому нам нужно купить минимум 2 поддона, что мы, собственно, и делаем. Чем ниже сорт, точнее, чем выше сорт, да, первый сорт самый высокий, тем больше урожайность. Но пока что нам это недоступно, потому что рейтинг, мать его, да. Также здесь можно купить удобрения различные, какие хочешь, можешь купить, да. И удобрения, наверное, мы тоже купим. Вообще, кстати говоря, знаете, что я подумал? Если мы будем, на сколько у нас там контракт? На 68 кубов, да? Да, на 68 кубов пшеницы. Если мы удобрим поле 2 раза, то на выходе у нас будет примерно 73 куба пшеницы. Если мы удобрим его 3 раза, то там 86 кубов, мне сказали, будет, или что-то такое. Хорошо помощников иметь, да? В общем-то, нам хватит, по сути дела, 2 удобрений. Первый этап удобрений у нас будет, когда мы перепашем поле, потому что мы перепашем картошку, это будет, и с кукурузой летит вот эти вот штучки-дрючки. Расщепление соломы, короче. Поэтому смысла удобрять, это самое, 3 раза, в принципе, нету. И у нас сейлка с удобрялкой. Поэтому нам так или иначе, пока что нужен не навоз, а обычное удобрение для сейлки. Там расход будет небольшой, можно взять тоже 2 куба. 4 800, вы, мать, как дорого, а? Ну ладно, мы покупаем. В общем-то, потом валероны приедут, заберут это все дело. Здесь также покупается грунт для этих самых, для тепличек. И, соответственно, здесь он продается. Здесь можно заказать себе самолетик для удобрения, но это дорогое удовольствие. Так что, как-то так, да. Ладно, поехали домой тогда. Там уже наш этот самый валерчик, который поля объединял, он уже позвонил, сказал, что все закончил. Молодец какой он, да? Ладно, поехали на базу. На нашем поле уже почти завершилась уборка. Валероны справляются отлично. Просто меня устраивает, как они работают пока что. Объединение полей уже тоже завершено. И, в общем-то, если мы посмотрим на карту состав почвы, то мы видим, что надо это все дело перепахать, нуждается во вспашке. И вот тут небольшие полосочки, это то, что уже удобрено. Да, будет еще неудобренная полосочка между полями, но да хрен с ней. 68 кубов пшенички мы должны с этого дела получить просто без каких-то проблем. Короче, валерку нашего отправляем пахать поле. И у нас остается только ждать. В принципе, 2 часа тут перерыв на обед. Девочка будет пахать, да. Во время обеда она будет пахать. Но, как говорится, проблемы негров шерифа не волнуют, да. Пускай пашет. Все, все нормально. Эти ребята тоже, в принципе, доделают свою работу. Ну, а мы пока что просто ждем. Итак, друзья, прошло у нас какое-то время. И валерончики закончили уборку поля. Поэтому можно залезть на склад и посмотреть бункер 1 кукурузы. Они собрали 22 куба с нашего 6-го поля. Я не смотрел, насколько это поле было удобрено. Знаю точно, что оно было не вспахано. Неизвестно еще, какой сорт семян там был. Но, скорее всего, 4-й, максимум 3-й. И валерончики, кстати, съездили и привезли нам удобрения и семена. Тут можно, кстати, открыть меню семян и посмотреть, какие у нас на складе есть. Пахота еще идет и пахота будет идти долго. У нас на балансе уже минус, потому что валеронам надо платить зарплату. У нас на зарплату вон ушло уже 4 тысячи, даже почти 5. Можно, в принципе, взять кредит, но не хочу. Погнали, сгоняем на поле. В общем-то, еще пахать и пахать. Судя по всему, здесь работа еще часа на 2. Можно, в принципе, какой-нибудь контракт за это время сделать. Я тут сейчас, в общем-то, порылся в нашем риэлторском агентстве. Посмотрел информацию о владельцах. И, соответственно, пришел к выводу того, что, ну, так как мы целимся в первую очередь на тепличный комплекс, а владелец у него Мамаевский Дмитрий, он у нас владеет тремя полями. Это 8-е, 22-е, 31-е. И в первую очередь мы будем выполнять контракты именно на этих полях. Также мы целимся на 4-е, 5-е поле. Но, правда, на 4-е поле нужно 37 рейтинга. Мы его не скоро прям купим. Но вот 5-е тоже как бы нас интересует. Там владелец Логанов Вадим. У него 4 поля всего. Это 5-е, 18-е, 25-е и 32-е. Поэтому контракты на них тоже будем выполнять. Да, я уже говорил, что я привез сюда немножко семян удобрений, которые мы купили. Валероны привезли. Он стоит в мешок удобрений и 2 мешка семян под дончики. Так что, друзья, к следующей серии у нас это все дело допашется. И я это все засею. И, соответственно, начнем мы с того, что у нас будет уборка урожая и продажа его по контракту. А также будем смотреть другие контрактики. Ведь на крышу можно залезть? Можно. Будем смотреть другие контрактики и чем-нибудь, в общем-то, заниматься. Плюс, скорее всего, пока еще есть время. Я повыполняю контракты на этих полях, чтобы зарабатывать лояльность. Плюс, нам нужны деньги. Технику тоже надо покупать. Надо будет обновлять это все дело. Потому что вот это вот сейлка, культиваторы, тетрактора. Это все такое. Начальный уровень. Ну, в принципе, что могли позволить, то себе и позволили. Поэтому, друзья, давайте дохренища, как обычно, лайкусиков. Чтобы следующая серия не заставила себя долго ждать. Сами знаете, много лайков. Быстро выходит серия. Мало лайков. Не это самое. Короче, будете ждать, да. Может быть, как-нибудь постримим это все дело. Хотя, не знаю. Ничего пока не обещают. Тут стримить, по сути дела, это контракты. А такое довольно скучное явление. Я имею в виду работа на чужих полях. Короче, все самое интересное у нас впереди. Сейчас будем убирать чужие поля. Там тоже рейтинг будет. Контракты, рейтинг. Все. Все завязано на рейтинге. И будем его фармить. Покупать крутую технику. И все у нас будет круто. Короче говоря, друзья, всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Никита Дилэй. Всем всего доброго. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова